С вами программа «Территория Тольятти» и я, ее ведущий, Дмитрий Лобанов. Только важные и интересные события города за прошедшую неделю. Сегодня в программе профессиональный праздник спорта. В Тольятти отметили День российского бокса. В Афаторию Волги они выходят только под его песни. Яхтсмены со всей области приняли участие в регате в памяти Владимира Высоцкого. От Астрахани до Москвы по бездорожью. Тольяттинская команда принимает участие в ралли-рейде «Шелковый путь-2018». Инициатива на будущее. Компания «Тольятти Азот» представила новую программу, рассчитанную на пенсионеров. В Тольятти впервые встретили День российского бокса. Как наш город отмечал этот праздник, расскажем далее в сюжете. Кулачные бои, как спорт, зародились еще в древние времена. Сегодня бокс – это один из самых зрелищных и массовых видов контактного единоборства. В середине июля отмечается профессиональный праздник по всей стране – День российского бокса. Впервые его встречают с большим размахом в Тольятти на площади Центрального парка «Флэшмоб». Под руководством опытных тренеров жители города отрабатывают базовые боксерские приемы. Такие праздники, такие спортивные мероприятия – показатель того, что мы действительно говорим о массовом спорте. Не просто профессиональных успехов в спорте, а массовом влечении молодежи в спорт. Бокс – один из таких видов спорта, который в Тольятти любят, который в Тольятти имеет свою историю. Поэтому я искренне всех сегодня итальятинцев и жителей Самарской области поздравляю с Международным днем бокса. На сегодняшний день очень важно выходить на улицу, показывать, что спорт живет. Тем самым показывать проходящим детям, что ребята занимаются здоровым брызжизни. И, соответственно, уже, конечно же, в дальнейшем мы ожидаем, что будет приток детей в школу. И, соответственно, будет развитие массового спорта и спорта высших достижений. После Центрального парка праздник переносится в Автозаводский район. Под открытым небом молодые спортсмены выходят на ринг и показывают захватывающие поединки. Я занимаюсь им три года. Сначала занимался днем Азербайджане. Мне очень нравится этот вид спорта. Советую всем, когда попадаешь, такое приятное чувство. Ну и это спорт, им нужно заниматься. Первый раз отвел старший брат мой. Но я первый день занимался, мне понравился первый мой спарринг с моим спарринг-партнером. Ну и вот я начал продолжать ходить, начал ездить на соревнования, выигрывал и вот. Главная цель – показать и доказать жителям города, что в этом виде спорта нет ничего опасного. Более того, уверены организаторы, выйти на ринг и начать махать кулаками – это путь к поражению. В боксе необходимо всегда просчитывать свои шаги наперед. Некоторые спортсмены сравнивают ринг с шахматной доской. Это искусство. Бокс – это защищаться. Идет защита. Не то, что им в голову бьют сразу, ни в коем случае. Это идет защита. Это идет дисциплина человека. Все в бокс, все в бокс. Убежден, что данное празднование войдет у нас в традицию, и горожане будут с интересом, а главное – с пользой проводить свое время и приобщаться к здоровому образу жизни. Большим случаем хотел бы поблагодарить наших партнеров. Как вы понимаете, что любое дело не обходится без помощи. Это наш главный партнер – компания «Лада Пресс» в лице Цыганова Вячеслава Николаевича, и компания «АТС» в лице Сучкова Алексея Петровича и Сойны Тимура Игоревича. Впереди у Федерации бокса Тольятти масштабные планы. Это открытие новых залов для занятий спортом и проведение открытых тренировок, где любой желающий может приобщиться к этому интеллектуальному виду спорта. В акваторию «Волги» они выходят только под его песни. В Тольятти прошла регатта в памяти имени Владимира Высоцкого. Подробности далее. Несколько минут до старта. Экипажи «Яхт» проводят последнюю подготовку перед выходом на дистанцию. У каждого разный опыт участия в соревнованиях, но всех объединяет две вещи – любовь к парусному спорту и музыке Владимира Высоцкого. Всенародно любимый артист, исполнитель. Конечно, очень нравятся эти песни. Еще с школьных студенческих времен всегда в походах у костра все его песни пели. Конечно, отношение очень теплое к этому творчеству и к этим песням. Два года, как переехал из Челябинска сюда, очень нравится. Поэтому два года и участвую в местных гонках, в регатах. Очень здорово. Классно, что в Тольятти есть такая возможность, такая акватория. В Челябинске такой возможности не было. Фестиваль регатта в памяти Владимира Высоцкого проходит 18-й раз. Каждый год по всей России экипажи яхт выходят на массовые старты. Традицию проведения соревнований заложил яхтенный капитан Всеволод Ханчин. В 60-е годы он же организовал концерты артиста в Куйбышеве. Проводимая им регатта стала достоянием не только Самарской области, но и всей России. Он это задумал вместе с Центром музея памяти Высоцкого. А то, что отношения... Я думаю, что все, кто принимает участие в соревнованиях, у них, конечно, очень-очень отношения хорошие к Высоцкому. В гонке принимают участие крейсерские яхты. Они специально разработаны для длительных автономных переходов. Чтобы управиться с ней, необходима команда минимум из четырех человек. Протяженность дистанции 20 морских миль или 37 километров. Экипажи идут вплотную друг с другом, что создает дополнительный накал для регаты. На самих яхтах разворачивается настоящая командная работа, где от каждого члена экипажа требуется максимальная концентрация и знание того, что он должен делать. Завершится праздник парусного спорта 25 июля в Самаре. На старт выйдут 20 экипажей из областной столицы, а также из Тольятти и Сызрани. Настоящее испытание для автомобиля и человека. Тольяттинская команда впервые за долгое время принимает участие в ралли-рейде «Шелковый путь-2018». О наших следующих героях расскажем далее. Небольшая демонстрация возможностей автомобиля перед камерами и журналистами. Пилот «Лада-4х4» Максим Плюхин уверен, внедорожник готов к предстоящей гонке на все 100%. Из Тольятти в гонке «Шелковый путь» довольно давно уже не было участников. И возвращение туда происходит именно на таком прославленном автомобиле, на хорошей модели. Это Нива. Она все сможет. Она доказывала это неоднократно. В собственных силах уверен. Излишней самоуверенности нет. Естественно, есть волнение, но мы его постараемся подавить вместе со штурманом и взять все точки по пути и доехать до финиша. Тольяттинская Нива выступит в зачетной категории Т2. Это автомобили с минимальными доработками. Несмотря на свой грозный и боевой вид, на автомобиле можно спокойно передвигаться по городу. Единственное, что здесь поменяли, это подвеска, каркас безопасности, метановое топливо, а также гоночные сидения. Средняя скорость Нивы может достигать до 150 и более километров в час. Именно за счет метанового топлива, а не бензина, пилоты планируют преодолеть третий этап чемпионата России по ралли-рейдам. Специально для гонки в автомобиле установлен баллон на 90 литров. Эта машина участвовала у нас в Крыму, участвовала в Волгограде, в Астрахани и в Ульяновске. Машина в прошлом году, в прошлом сезоне зарекомендовала себя довольно-таки хорошо. Мы практически всегда приезжали в призах. То есть у нас есть уже хорошие результаты. В этом году планы у нас, то есть повторить результат прошлого года, как минимум. Старт гонки 23 июля. К участию в ралли-рейде «Шелковый путь» тольяттинская команда готовилась долго. Ехать предстоит 444 километра от Астрахани до Москвы по пересеченной местности. В команде не скрывают, будет сложно. Поэтому главная задача не победа, а доехать до финиша. А сейчас мы расскажем об инициативе корпорации «Тольятти Азот», которая направлена на пенсионеров. Что делать, когда тебе за 50 лет и пенсия уже на подходе? Над этим вопросом задумались специалисты корпорации «Тольятти Азот» и быстро нашли ответ. Необходимо дать пожилым людям шанс на переобучение и освоение новой профессии, чтобы оставаться востребованным на трудовом рынке. С этой целью запущена новая образовательная программа. Эффект будет выражаться в том, что у людей появятся новые возможности, новые навыки, которые позволят им быть более эффективными, либо на нынешнем месте работы, либо приобретать новую какую-то работу, и чувствовать себя увереннее в жизни. Еще бы я хотел отметить, что программа будет реализовываться за счет завода. То есть она будет абсолютно бесплатна для всех участников. В исследовании опросили одну тысячу жителей Тольятти в возрасте от 50 до 70 лет. У них попытались узнать предпочитаемые направления, где пожилые люди хотели бы получить новые знания. Среди популярных – иностранные языки, компьютерная грамотность и ландшафтный дизайн. Главное, что мы поняли, что заинтересованность у людей есть. И они готовы рассматривать не только работу до условно установленного пенсионного возраста, но и самое главное, готовы получить какие-то дополнительные навыки, которые позволят им либо поменять профессию, либо как-то скорректировать свой рабочий путь в этом возрасте, чтобы быть востребованным и, в общем-то, наверное, приносить какую-то пользу своей семье и, в общем-то, наверное, городу в целом. В инициативе может принять участие любой житель города предпенсионного возраста. Первую группу из 30 человек планируют сформировать в начале 2019 года. Анкету для желающих опубликуют на сайте уже в сентябре. Новая программа обучения рассчитана на срок от 6 до 12 месяцев. Это была программа «Территория Тольятти». О важных и интересных событиях нашего города вы можете сообщить по телефону редакции или написать в официальную группу телерадиокомпании «Губернии ВКонтакте». До новых встреч и берегите себя! Редактор субтитров А.Семкин